Добрый вечер. Новости продолжают эфир. В студии Вера Захарчук. Вы смотрите итоговые выпуски. Вот его главные темы. Помощь ипотечникам. В Нацбанке страны пообещали помочь гражданам, которые взяли кредиты в иностранной валюте. По примеру Сингапура, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарьга Назарбаева посетила одну из самых успешных стран мира для обмена опытом. Развитие телевидения в честь юбилейной даты ведущие казахстанские медиаперсоны провели мастер-классы в столичном узе страны. Национальный банк Казахстана не оставит в стороне граждан, имеющих ипотечные займы в иностранной валюте. Как отметил Дания Ракешев, исполняя поручения президента Казахстана, Нацбанк ведет работу по расширению действующей с 2015 года программы рефинансирования ипотеки. Регулятор уже провел встречи с компаниями, застройщиками и банками второго уровня и обсудил вопросы поддержки казахстанских семей, которые до 1 января 2016 года обращались с просьбой о поддержке. Согласно статистике, сейчас в банке подано порядка 30 тысяч заявок на рефинансирование ипотечных займов на сумму 220 миллиардов тенге. В принципе, мы не видим каких-либо проблем. Мы в ближайшее время планируем эти все поправки на нормативно-правовом уровне принять. Мы хотим реализовать весь этот комплекс мер по исполнению поручений главы государства достаточно быстро, чтобы окончательно решить, например, проблему ипотечных заемщиков, которые имеют валютные кредиты под залог жилой недвижимости уже в этом году, чтобы полностью этот вопрос закрыть раз и навсегда. Наделить банки второго уровня правом отказывать проведение денежных операций и расторгать деловые отношения при операциях, которые имеют признаки вывода денег. Такую рекомендацию в Сенате парламента во время обсуждения темы эффективного валютного контроля озвучила зампредкомитета Министерства финансов София Айсагалиева. Кроме того, для оперативного и комплексного анализа операций, которые имеют признаки незаконного вывода средств, сенаторы и представители Минфина хотят расширить информационное взаимодействие между Нацбанком, Палатой предпринимателя Томикен, Комитетами государственных доходов и финансового мониторинга, а также Ассоциацией финансистов Казахстана. По итогам круглого стола было выработано еще восемь рекомендаций. Необходимо банкам второго уровня дать возможность отслеживать своих клиентов добросовестные и недобросовестные. Мы хотим усилить контроль над банками второго уровня, во-первых. Банки второго уровня тоже нужно отнести к бизнес-ридерам. Они тоже должны смотреть на интересы государства, чтобы не проходили те средства, которые добыты преступным путем, которые финансируют терроризм. У нас в законодатель не урегулирован вопрос о предельной сумме транзакций, количестве операций, контроле за исполнением этих операций. То есть физические и юридические лица могут без ограничений перетестать валютные средства на свои расчетные счета за рубежом. В той же Германии, чтобы открыть счет на сумму свыше 5000 евро, необходимо документально подтвердить легальность денег. Сделать сферу госзакупок прозрачной, а ее процедуры более простыми. Это, по словам заместителя премьер-министра Ербулата Дусаева, главная задача Министерства финансов. Он заявил об этом на расширенном заседании ведомственной коллегии. Отмечалось, что в создание единой площадки по автоматизации процессов было вложено много усилий. Но один вопрос остался нерешенным. Принятие поправок закона о госзакупках. Ведь эта сфера одна из самых коррумпированных. Это является одной из самых коррупционных зон, про которые все время говорят. Потому что госзакупки это наш бич. Необходимо его ускорить прохождение в начале Можелесии в этом Сенате. Потому что от этого многие вопросы на стыке, которые оказались, вы знаете о них. Потому что и Акимы об этом постоянно поднимают. Сегодня до внедрения двухэтапного конкурса, то есть предквалификации и дальше конкурса по ценам. Эта работа осталась пока у нас нереализованной. На самом деле у нас пока, к сожалению, гармонизированной, синхронизированной работы с местными исполнительными органами пока нет. По словам Бахыта Сулданова, Министерство финансов станет одним из первых, кто внедрит применение технологий блокчейн. Первые шаги в этом направлении сделают уже в августе. И если не возникнет сложности, в 2019 году начнется переход к практическому применению инноваций. Рассказал он и о других задачах, стоящих перед министерством. При формировании проекта республиканского бюджета на два ближайших года применят, как выразился глава ведомства, жесткие подходы. Правда, в чем они заключаются, не уточнил. Кроме того, планируется создать единую IT-платформу по госзакупкам и запустить электронное декларирование. Мы взяли на себя обязательства, и мы не должны допустить дальнейшего затягивания внедрения этих систем. Тем более, что с одной стороны ждет бизнес, участники внешнеэкономической деятельности. С другой стороны, у нас есть четкие обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Продолжение следует... 27 лет назад опыт развития Сингапура изучали главы государств и правительств, министры разных стран. Председатель комитета Казахстанского сената встретилась с премьер-министром Лисяни Лунием. Старший сын Ли Куан Ю сейчас руководит страной. С ним Дарига Назарбаева обсудила нераспространение ядерного оружия и предложила продвигать повестку дня, озвученную Казахстаном в совбезе ООН. В Сингапур председательствует ВАСИАН, ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Поэтому на встрече обсуждалось взаимодействие этой организации с ЕАЭС. Учитывая, что инициатором создания Евразийско-экономического союза является президент Казахстана Назарбаев, стороны пришли к пониманию о расширении формата каптика и трансформации ее в межрегиональную структуру, а именно в Евразийско-Тихоокеанскую торгово-инистационную палату, сокращенно Европтик. Это послужит тому, что уровень взаимодействия предпринимателей региона будет значительно выше, чем в нынешних условиях. Дориге Назарбаевы продемонстрировали использование новых технологий в экономике Сингапура. В аэропорту Алматы проблемы со смогом. В определенные сезоны это действительно создает большие проблемы. Ищем правильное место, правильную локацию для аэропорта. У нас была идея о размещении его в Копчегае. Дорига Назарбаева вела переговоры о привлечении инвестиций на английском языке, а некоторые иностранные инвесторы использовали казахскую речь. Руководители крупнейшей инженеринговой компании в Азии предложили применить свой опыт в Казахстане. Мы посетили Казахстан в конце прошлого года. Мы можем помочь в повышении эффективности работы всей линии водопроводов в вашей стране. Сегодня большие города теряют много воды при ее передаче. Сингапур является очень хорошим примером для создания системы с наименьшими потерями воды. Также Дорига Назарбаева провела переговоры со старшим почетным министром, спикером парламента, главой МИД, старшим госминистром торговли и индустрии и председателем программы по обмену имени Ли Куан Ю. Несмотря на географическую отдаленность между Сингапуром и Казахстаном, мы все же являемся азиатскими странами и частью азиатского региона. И географически обе страны являются важными точками сопряжения, к примеру, Казахстан в сухопутном направлении, а Сингапур в морском. Используя эти возможности, сопряжение двух направлений, безусловно, укрепит дальнейшее развитие двухсторонних отношений между нашими странами. Дорига Назарбаева отметила, что ее участие в программе обмена имени Ли Куан Ю укрепит казахстанско-сингапурские отношения и лучший опыт Сингапура будет применен в Казахстане. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Сингапур. Эскалация конфликта в Восточной Готи вызвала полномасштабную гуманитарную катастрофу. Этот район, расположенный неподалеку от сирийской столицы Дамаска, в течение последних нескольких дней подвергается интенсивной бомбардировке. Каждую минуту авиация правительственных войск наносит до 20 воздушных ударов. По словам местных жителей, ракеты и снаряды летят по больницам, школам и рынкам. С начала месяца погибли 340 мирных жителей, более 800 получили различные ранения. Дамаск уверяет, что стремится таким образом освободить эту территорию от террористов. Отмечу, Восточная Гута считается одной из зон деэскалации. В Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. По последним данным, погибли не менее 44 пассажиров. Трагедия произошла в горной местности на юге страны. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Отмечу, это уже второй подобный инцидент в Перу в этом году. В январе в результате столкновения с грузовиком пассажирский автобус также сорвался в пропасть. Тогда жертвами аварии стали 48 человек. По словам местных жителей, всему виной плохое состояние дорог и низкая квалификация водителей. Альтернативные виды наказания вместо лишения свободы хотят чаще применять в Казахстане. Такую возможность рассмотрели на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Генпрокуратуре страны. В частности, предлагается ввести общественные работы за преступления и ограничение свободы за отдельные экономические, должностные и имущественные правонарушения. Планируют уменьшить размеры штрафов и залогов. Для установления подобных мер в пресечении генеральным прокурором подготовлено указание для руководителей органов уголовного преследования и прокуроров областей. Уже три года мы работаем по новым кодексам. В них, в соответствии с концепцией правовой политики, заложен широкий спектр правовых механизмов, нацеленных на обеспечение защиты конституционных прав граждан. Усилен судебный контроль. Расширилась сфера применения альтернативных мер наказания и институтов восстановительного правосудия. Эти меры позволили Казахстану на четверть сократить тюремное население. В полтора раза снизилось общее количество избранных мер пресечения. Чаще стали применяться примирительные процедуры. Их количество увеличилось на 38%. Кроме того, перед нами, главой государства, поставлена задача по дальнейшей гуманизации правоохранительной деятельности. В Казахстане не успевают запрещать новые виды синтетических наркотиков. Об этом на расширенном заседании комиссии по правам человека при президенте республики рассказал Калмуханбек Касымов. Министр внутренних дел объяснил, что вещество признают запрещенным на законодательном уровне слишком долго. За это время меняется химическая формула и состав опасных препаратов. Бороться с этим решили согласно международному опыту. К примеру, в Беларуси наркотики утверждаются приказом министра здравоохранения. В России, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане такое решение принимается постановлением правительства. В прошлом году правоохранительные и специальные органы Казахстана выявили свыше 8400 уголовных правонарушений. Изъяли из оборота 40,5 тонн запрещенных веществ. Мы два года этим занимаемся. Долго, целые 8 месяцев мы занимались с Конституционным советом. Наконец убедили их. Они согласились. И в прошлом году мы разработали закон и отправили его в парламент. Согласовали со всеми государственными органами. Но вот уже несколько месяцев мы не можем пробиться здесь, потому что опять возникают вопросы. Будет ли это Конституционным признать постановление правительства средства наркотическим и на основании этого привлекать людей? Главная задача для нас сейчас – изменить общественное мнение. Нужно, чтобы человек понял, принимать запрещенные вещества плохо. Чтобы эта истина с детства запомнилась. Потому что нельзя проблему решить целиком только при помощи административных или уголовных мер. Кадровые перестановки в Нур-Атане. Решением президента Казахстана, председателя партии Нур-Атан, Нур-Султана Назарбаева, секретарем партии назначена Тамара Дюсенова. Представляя нового секретаря коллектива у Центрального аппарата, первый заместитель председателя партии Маулина Шимбаев отметил, что Тамара Дюсенова имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Маулина Шимбаева выразила уверенность, что Тамара Дюсенова внесет достойный вклад в реализацию задач, поставленной главой государства по модернизации партии Нур-Атан. Напомним, что до назначения на должность секретаря партии Тамара Двесенова возглавляла Министерство труда и социальной защиты, население было освобождено от этой должности 9 февраля указом главы государства. Вот о задачах по модернизации партии Нуратан. Первый заместитель председателя рассказал сегодня партийному активу Астанинского городского филиала. По словам Аулина Шимбаева, чтобы качественно и в срок выполнить все поручения Ельбасы, нуратанцам предстоит проделать большую работу. Нуратан должен позиционировать себя как открытое, современное и креативное политическое объединение. Все проводимые мероприятия должны быть продуманными, эффективными и полезными для общества. Новые формы и методы работы, внедрение цифровых технологий, поддержка молодежи, людей с ограниченными возможностями, ветеранов и пенсионеров – это лишь малая часть большой партийной работы. Пользу от деятельности Нуратана должны ощутить представители малого и среднего бизнеса, а также все те, кто занимается внедрением инноваций. Сейчас с развитием технологий все меняется, вся жизнь меняется, жизнедеятельность городов меняется, текущая жизнь людей меняется, система образования меняется, здравоохранения. И, соответственно, возникает вопрос, а почему партия не должна меняться? Партия, наверное, в первую очередь должна меняться, чтобы с учетом всех технологических изменений, всех новых технологий, которые появляются, в частности технологии Big Data, которые позволяют анализировать большие совокупности данных и делать какие-то выводы, мы должны использовать эти технологии. Мы должны использовать другие технологии, конечно, таким образом задача построить партию 21 века, современную, инновационную, высокотехнологичную, работающую на людей, работающую с большой стратегической повесткой. В прошлом году в Североказахстанскую область из южных регионов переехали 188 семей, однако больше половины из них до сих пор нетрудоустроены. Вопросы о реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства Североказахстанцы обсудили на встрече с министром труда и социальной защиты населения Мадиной Абулкасымовой. С этого года в проект внесены изменения, теперь работодателям будут выплачивать субсидии за перевоз и трудоустройство пяти семей переселенцев. Всего в прошлом году в области смогли найти работу или получить новую специальность более 20 тысяч участников программы. До каждого района, до каждого Акима доведена дорожная карта по формализации самозанятых и комплексный план содействия их занятости. Больше всего граждан мерами занятости необходимо охватить в городе Петропавловске, это порядка 7 тысяч. Сегодня фактически охват этой категории мерами содействия занятости в регионе находится на низком уровне. В среднем по области 4,6%. Отечественные продукты питания в скором времени появятся на витринах торговых сетей Урала и Поволжья. А продвигать произведенную в нашей республике продукцию в России будут челябинские общественники. Именно они выступили инициаторами проекта под рабочим названием «Казахстан». Конечная цель, которую преследуют представители Уральского экономического союза – открытие федеральной сети магазинов с казахстанскими товарами. Насколько популярна отечественная продукция на Южном Урале и какую из этого могут извлечь выгоду наши производители, выяснил мой коллега Артем Грапов. Эту торговую точку с родным для казахстанцев названием в Челябинске открыли полгода назад. Товары из Казахстана практически сразу завоевали популярность у местных жителей. Сладости, колбасы, макароны, молочная продукция – все это пользуется спросом у челябинского потребителя. В магазине, который расположен в центре города, больше 500 номинований отечественных продуктов питания. Магазин сотрудничает с десятком казахстанских поставщиков. Пока в этом году ассортимент здесь хотят увеличить. Мы с удовольствием будем расширять и ищем места, чтобы у нас была сеть таких магазинов полного цикла. Чем вызвана популярность произведенной в Казахстане продукции, рассказали простые покупатели. Но пока закон спроса и предложения здесь работает не так, как хотелось бы отечественным производителям продуктов питания. По мнению экспертов, есть две объективные причины. Любые предприятия сталкиваются с тем, что рынок уже достаточно заполнен. Это во-первых. Во-вторых, 45-50% продаж имеют федеральные торговые сети. А на них выйти очень сложно. До полгода, год, полтора года подписываются контракты. И полочное пространство в таких магазинах ограничено. Оказать содействие казахстанским производителям решили представители Уральского экономического союза. Для начала челябинские общественники займутся продвижением товаров в российских торговых сетях. Сеть магазинов в разных регионах – это наша такая конечная цель. Пока это будет склад. Не будет, он уже как бы существует этот склад, где будет храниться продукция раздельно каждого предприятия. Такие склады должны появиться пока на Урале. Это, наверное, Тюмень, Екатеринбург, Пермь. В этих городах Майнтогор, Челябинск обязательно. Ну а дальше мы пойдем шире. В перспективе новая торговая сеть раскинется от Москвы до Новосибирска. Речь идет о создании совместного предприятия, где партнеры будут иметь равные доли. И здесь, по мнению челябинцев, самым важным фактором остается желание казахстанской стороны. По итогам переговоров пока только 10 отечественных компаний, производящих мясные деликатесы, чай и кондитерские изделия, готовы стать участниками этого масштабного проекта. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Челябинск, Россия, Хабар-24. Дебютная в Казахстане постановка мюзикла «Нотр-Дам де Пари», выступления лучших музыкантов мира, международные этнические фестивали – это малая часть мероприятий, запланированных ко дню 20-летия столицы. В этом году день рождения Астана отметится особым размахом. Утверждено 175 уникальных проектов, 44 из них международных, 91 – республиканские и 15 – региональных. Также пройдут международный фестиваль балетного искусства, постановки мировых театров, конгрессы, выставки и парады. Отмечу официальный старт празднования, дан 10 декабря прошлого года. С июня по сентябрь возобновит работу национально-культурный комплекс «Этнаул». Состоится грандиозная совместная постановка Астаны-опера и пекинской национальной оперы «Турандот». Большой блок знаковых событий ожидается также в сфере спорта. Под юбилейным флагом Астаны пройдут все международные и республиканские турниры. Пройдут большие скачки «Улудала-Аламана», также республиканский турнир по «Казах-Крюсы». Свой вклад в празднование 60-летия казахского телевидения вносит и агентство «Хабар». Сотрудники телесемейства провели мастер-классы для студентов факультета журналистики и политологии Евразийского национального университета. «Хабар-Дэй» стал ярким примером того, как старшие коллеги могут помочь начинающим специалистам узнать секреты профессии. Подробности у Елены Шрайбер. «Допустимо ли импровизацию? Импровизировать можно?» «Импровизация не сколько допустима, сколько все интервью, это у вас должно быть хорошо, так скажем, подготовленная импровизация». Секреты журналистики из первых уст. Как готовиться к интервью, что должен всегда помнить ведущий и в чем заключается работа блогера. На эти и не только вопросы отвечали сотрудники агентства «Хабар». Специально к 60-летнему юбилею телевизионного вещания в Казахстане телесемейство организовало мастер-класс «Хабар-Дэй». Агентство «Хабар» будет проводить именно такие практические мастер-классы для студентов факультета журналистики. Почему? Потому что в первую очередь они должны знать обо всех секретах профессий именно с уст профессионалов, с уст тех, кто в этой сфере уже работает не один год. И это делается для чего? В первую очередь, это, конечно, делается для того, чтобы мы могли делиться теми знаниями, которые у нас есть, чтобы мы могли подготовить то самое поколение, которое завтра будет представлять, по большому счету, и даже наше агентство, и журналистское сообщество в целом. Я считаю, что подобные мероприятия, они должны послужить уроком для многих, скажем, организаций, которые готовы воспитывать не только в сфере журналистики, готовы воспитывать себе будущее достойное поколение. Мастер-класс проходит по принципу TED-конференции. Темы самые разные. Смысл в том, чтобы помочь будущим корреспондентам ТВ и радио лучше освоить профессию. В Евразийском национальном университете имени Гумилёва обучается около 700 студентов. Между вузом и агентством заключён меморандум. И, возможно, в скором времени кто-то из этих ребят станет сотрудником одного из каналов агентства. Я думаю, что ключ к успеху найден. На этих мастер-классах наши спикеры действительно раскрывают и будут раскрывать свои секреты успеха, тем самым выражая своё уважение к будущим журналистам, своим коллегам. Это своего рода забота о будущем телевидения. Такого рода мероприятия нужно делать в каждом университете, я думаю, и желательно даже в школе. Потому что, чтобы каждый человек мог уже осознать, чего он хочет, чего он хочет достичь, чтобы он был уверен в себе. Такой же Хабар-дэй пройдёт на следующей неделе и в Казахском национальном университете имени Альфа-Раби в Алматы. К слову, в двух этих крупнейших вузах страны создана и работает аудитория агентства Хабар. И в планах проводить в них мастер-классы для журналистов раз в месяц, чтобы подготовить новую плеяду специалистов. Елена Шрабери, Жангана Пияулы, Хабар-24, Астана.